Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Протоломея и Сибан Мурилия, святому Антонию Падуанскому, явление младенца Христа. Нам, северянам, в сущности непонятен религиозный экстаз. Чтобы вникнуть в это странное, иногда чисто чувственное состояние, необходимо прочитать жития святых мучеников, необходимо посетить южные страны. Никто из художников не изобразил экстаз с такой же убедительностью, с таким же внутренним чувством, как Мурилия. В его божественных, полных мистической сладости зачатиях, благотворенной Девы Марией, тлеет и сияет страстное стремление к самозабвению нирваны. В них живет подлинный огонь некогда восхищавших святых. Одного из последних, святого Антония, Мурилия представил по различные моменты экстаза. В картине, находящейся в Севильском соборе, он представил Антония с распростертыми руками, протянутыми к младенцу, спускающемуся с небес и возвращающему освобождение от греха. В другой картине, воспроводимой нами и украшающей берлинскую картинную галерею, святой изображен уже обладающим своим спасением. Он обнимает младенца и прижимает его к себе с чистым материнским восторгом. В лице святого Антония светится счастье, известное только женщинам, познавшим чувства материнства и забывшим в этом счастье все предшествующие муки и страдания. Сам Мурилия обожал детей. Он без конца писал очаровательных ребятишек во всей их непорочности и наивности. Ангелочки на его картинах перевистывают толстые фолианты святых или весело толпятся в воздухе, напоминая легкие ткани на душистых радостных облаках. Они витают в царстве света и из них самих льется свет. Все земное от их прикосновения становится нетленным вечным. Сам восхищенный Антоний начинает превращаться во что-то бесплотное. Монашеская одежда его еще покрыта тяжелой тканью, но божество, покоящееся на груди его, освещает восхищенное лицо святого. Антония несколько отвернута от зрителя и изображена врагу. Он весь отдался тому, кого он теперь ловзает. При этом пропадает и последняя зависимость от смерти. Даже густые тени, приковывающие фигуры святого к земле, проникают тихим, но волшебным серо-голубым светом. Мурилия намеренно избегал твердую пластичность или слишком яркий колорит. Его небо всегда прохладно-голубого или сероватого тона. Зато не было художника, который с большой убедительностью рисовал бы то неосязаемое туманное душистое, сверхчувственное блаженство, к которому обращены все наши мечты и предчувствия, все желания и надежды, все наше искание и томление. Это отражение небесного мира дало Мурилию в своих зачатиях и везениях. Наши глаза с наслаждением скользят от темного правого угла, от трогательной фигуры святого к матовым серым тонам еле заметного пейзажа. Все твердое, резко теряется торжественной и священной бесконечности. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Бодей и Кнапа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok